Друзья, всем привет! Это канал Автопилот СПО. Мы продолжаем наш рейд по ценам и снова посетили несколько автосалонов официальных дилеров. Что мы еще посетили, можете посмотреть по ссылке прямо в верхнем углу. А сегодня речь пойдет об автомобилях марки Чанган. Китай сейчас, как вы знаете, очень хорошо поднимается и появляется целая куча новых моделей. Наверное, марка Чанган – это одна из многих китайских, у которых самый большой ассортимент. На самом деле, назовите в комментариях, где больше моделей вы знаете. Здесь и седанов несколько классов представлено, и кроссоверов несколько классов, да и, в принципе, широкая линейка. Приехали мы сегодня в автосалон официальный дилер Чанган, находимся на Киевском шоссе. На этом месте раньше Шкода была, в былые времена года полтора-два назад. Приехали мы сегодня сюда, потому что появилось у Чангана две новые модели некоторое время назад, и сегодня мы их хотим рассмотреть вместе с ценами. Не обзор, исключительно цены и все остальные машины тоже вам покажем. Давайте я предлагаю сразу начать с новинок, а на все остальные, потому что на них больше времени уйдет, а на все остальные пробежимся, вспомним цены, насколько они поднялись, насколько не поднялись. Я только что с менеджером разговаривал, он говорит, что все цены абсолютно актуальны, вот прямо сейчас закажешь за эти деньги, тачки прямо уходят. В салоне я вижу три человека, это разные три покупателя, которые прямо на серьезных щахт собираются покупать автомобиль. Молодой человек моего возраста, женщина чуть постарше и мужчина чуть постарше, и почему я решил, что они на серьезных щахт, потому что они прямо плотно общаются с менеджером, звонят в банки, узнают условия кредитования и так далее. Потому что по кредиту, мне сказали, на CS55 сейчас прошла скидка в 350 тысяч рублей от цены. Давайте посмотрим, сколько же он стоит. Скидка эта прошла по автокредиту плюс трейдин. Получается, CS55 у них стоит 3,239 400 и они скинули примерно три сотни. Ну, типа за 2,9 он ушел. Ну, когда мы только приезжали впервые вот в Чанган, не в этот, по-моему, в Кунцево, там цены были чуть-чуть подешевле. Ну, и время прошло, и доллар на данный момент составляет в районе 97. Поэтому, понятное дело, что тут изменилось, да ничего тут не изменилось. Это неплохая машина, их уже на дорогах большое количество появляется. Китайцы еще некоторые, хотя в рамках Чангана есть адекватные модели, но многие вот еще не могут уйти от вот этой вот цыганщины, лоска в глаза. По моему мнению, это уже не надо китайцам. Они вполне себе делают самобытные машины с достаточно уникальным дизайном, который не требует красной прострочки в салоне, красных элементов кузова и так далее. Ну, это уже не надо. Это вот осталось еще у Хавала, там, четырехлетней давности. Сейчас уже даже Хавал от этого отошел. Кто не смотрел наш один из последних роликов, где мы были в Хавале, то посмотрите, там уже даже у них в комплектациях нет вот этих, помните, серых прострочек на рулях и так далее. А вот Чанган почему-то сделали. Ну да ладно, кому-то может быть нравится. В общем-то, да, это замечательный автомобиль, могу заметить. Ну, чисто по дизайну, я откровенно скажу, мне он не очень нравится. Их большое количество на дорогах общего пользования, но по дизайну он какой-то не особо примечательный сзади. Спереди базару нет, машина красивая. Напишите в комменты, вам как вообще вот этот спорный дизайн Чангана, потому что многие вот такие модели, они прям зализанные и мне очень нравятся, а те, которые вот как CS55 или как 35, такие, где видно, что сэкономили на дизайне. Мне они что-то поменьше нравятся. Ладно, пойдемте к новинкам. Первый автомобиль, который у нас представлен, это Чанган Ла Море. Рекомендованная РРЦ без допов, короче, стоит 300. Здесь еще выгода какая-то по Чанган Финанс 30 тысяч рублей. Здесь установлена дополнительно зимняя резина 76 тысяч рублей, коврики за восьмерку, тонировка задних стекол, хотя я их не вижу, кстати. Наверное, они что-то перепутали. Ну да ладно, не особо это интересно. 7 тысяч рублей у них стоит и сигналка 58 500. У меня подозрение, что они просто не успели установить, но цену зато успели написать. Итого цена от РРЦ отличается на 150 тысяч рублей. Цена представленного автомобиля якобы 3 миллиона 249 тысяч 500 рублей. Что у нас тут вообще по решеткам? Дальше пойдем по ТТХ. Решетки спереди я не вижу и она не заявлена. Это не может не радовать. Смотрите, спереди нижняя губа выпирает сантиметров, наверное, на 7 и она сделана под карбон. Я не знаю, насколько это настоящий карбон, вполне себе возможно, но прям приятная. Со структурой, шершавенькая, все как положено. Воздухозаборники это не бутафория, прям туда уходит все это дело для того, чтобы, возможно, по-хорошему они сделаны для того, чтобы остужать тормозные диски. Что касается самих колес, давайте сзади глянем. Сбоку на каждой передней фаре написано illuminate the future, подсвети будущее. Диски, я отмечу, вентилируемые передние, но они без насечек, без перфорации, вообще без ничего. Вот, литье вот такое двухцветное, да, черный и серый с фрезеровкой. Колеса здесь, что за стоят за колеса-то? Atlas какой-то, я не знаю такой резины. 225-45 на 18. Новая, с индексом 95В. Фары, как вы можете видеть, такие узкие и переходят аж практически до конца крыла. Вот эта часть не является фарой, это просто кусок такого пластика, уходящий в капот. Автомобиль интересно смотрится, самобытно, немного непривычно здесь не видеть никаких сенсорных, значит, кнопок, чтобы открывать автомобиль, да, все-таки 3 миллиона рублей. Вот, то есть вся эта история вот так открывается, и ручка так и остается. Снизу, смотрите, по борту металл прикрыт вот таким вот порогом. А, ну, короче, вот то, что спереди мы видели, вот эту губу, это пластик с рисунком карбона, потому что здесь мы видим литой порог, у которого одна часть пластиковая, вторая карбоновая, и здесь нет перехода никакого, то есть это просто такой рисунок, я предполагаю. Автомобиль так, вот сбоку он, ну, достаточно большой, я думаю, что это примерно класс, размер, давайте про класс не будем говорить, сейчас уже в 2023 году никаких классов просто-напросто нет, машины делаются, блин, кто во что гораст, честно говоря, но примерно размер камрюхи. Чуть-чуть, может быть, эта машина поменьше в длину, может, сантиметров на десять, вот так, чисто визуально, в ширину, блин, мама миа, сзади-то она смотрится, по моему мнению, она гораздо симпатичнее, чем камри, во всяком случае, по-новому. Я, конечно, про новый кузов, про последний. По ширине... Да, возможно, стопами оператор отметил, что на мазлу чуть-чуть смахивает. Сзади, я могу сказать, что она, скорее всего, такая же по ширине, как камри, если смотреть именно на нижнюю часть, именно на юбку, потому что верх, видите, как сделан вот так вот, немного домиком. Интересно машина выглядит, я уже вижу, что у нее сиденья спереди литые с подлокотником, сзади, короче, у всего автомобиля прослеживаются карбон, типа под карбон вставки, хотя за такие деньги могли бы из настоящего карбона, наверное, сделать и тут, и тут, но в любом случае это выглядит куда лучше, чем просто обычный матовый пластик, куда лучше. Но мы такое же решение уже с вами видели на автомобилях марки Чинган, вот, пожалуйста, можете наблюдать на ЮНИВИ. Помните, да, здесь тоже очень много чего сделано из вот такого под карбон пластика. Не, на самом деле, может, это и карбон, конечно, в чем я очень сильно сомневаюсь. Напишите, кто прям знает, стопудово, кто это все дело разрезал и знает, карбон это или пластик. Я же склоняюсь, что это пластик, иначе карбон здесь бы машина других денег стоила, на самом деле. Так, сзади вот такой здоровый значок с камерой. Посмотрите, кстати, где вы еще видели такое решение? То есть камеру не стали делать вот такую вот вылазивающую, сделали только глазок. То есть, по всей видимости, вот эту вот часть багажника спроектировали таким образом, чтобы не нужно было с наклоном и с площадкой делать камеру, чтобы она как раз смотрела аккурат куда надо. Так, а где кнопка открывания? Ну, здесь нету, видите? Хромированные детали тоже присутствуют, что мне кажется, конечно, минус, потому что их, черт побери, нигде нет. Вот только сзади обрамление труб в хроме. Все, на машине больше нигде нет. А, чуть такой, не такой яркий. Ага, а здесь уже есть кнопка без ключевого доступа. Она не сенсорная, но при нажатии ручка сама выезжает. Там дальше личинка есть. То есть, чтобы открыть ручку нужно... А, ну, ключ, видимо, очень маленький, само жало. Так, что мы имеем в салоне? Небольшую панораму видим, не повыворачивается язык сказать, что это люк. Ну, либо большой люк, да? Не панорама, наверное, все-таки большой люк. Слушайте, а вот здесь мне нравится уже в салоне стилево достаточно, потому что такой... Блин, как этот цвет называется? Я просто дольтоню. Зелено-болотный? Серо-зеленый? Да, цвет великолепный. Этот цвет сразу чувствую, ну, дает тебе понять, что автомобиль как будто там какого-то высокого класса. Ну, действительно. Такие цвета обычно там используются на каких-то Lexus'ах и так далее. Вставки из пластика под, ну, под какое-то дерево такое, но которое ты видишь, что оно искусственное. Качество кнопок слабовато, там, если сравнивать с той же Camry, которая на данный момент стоит на 2 миллиона рублей дороже приблизительно, то здесь понимаешь, что автомобиль в салоне так чисто субъективно поменьше. Чисто субъективно поменьше. Интересная тачка. Ну, по ощущениям понятно, что это не Camry, хотя, наверное, от нее не хочется. Смотрите, даже пластик здесь сделан вот в таком же цвете. Это интересно, мне нравится решение, они стандарты. Я очень такое дело люблю. Здесь мягенькая кожа, ну, под кожу, да. Здесь уже имитация, это полиуретан, он тоже мягкий, достаточно мягкий. Как всегда у китайцев прослеживается серебристая, да, или золотистая, ну, что-то такое. Вот здесь тона все такие пастельные, вот знаете, как женщины любят. Здесь все мягенько, там, конечно, уже барабан. Вот такая вот, такой спидометр и, собственно, приборка для мультимедии, которая не крутится, она статично. Имеет вот такой вид планшета а-ля Tesla. Никак он красиво не интегрирован в салон, просто вот так его липанули в стиле, как начали первые делать Audi лет, наверное, 15 назад, даже побольше, наверное. Электронный ручник. Здесь пластик абсолютно такой, ну, не шибко дорогой. Звук аварийки. Так, а ну-ка, я дверь попробую закрыть, открыть. Кстати, вот чего замечаешь сразу, нету за что взяться, чтобы дверь... А, есть. А складывается впечатление со стороны водителя, что сюда некуда, некуда взяться. Эта штука сквозная. А, ну, он просто показывает door open и все. Вот. Дефлектора аккуратненько спрятаны по периметру всей приборки. Регулировка руля происходит механическим образом. Он дико удивительный. Я не знаю, насколько удобно будет вот так крутить по яйцу. Блин, ну, либо привыкать, перепривыкать приходится к кнопки здесь на руле механические, глянцевые. Отпечатки пальцев дико собирают. Под низом пластик видно вот такой вот. То есть они не такие недорого глянцевые, понимаете? Они дешевато глянцевые. Двухсоставной руль. С одной стороны вот такой зеленый, не знаю, зеленый буду это называть, зеленый цвет с прострочкой и вставкой из черного. Забыл сказать, полтора литра под капотом турбированный, на 166, по-моему, лошадей, 300 ньютон-метров и, конечно же, традиционно для китайцев семиступенчатый двухдисковый робот. Вот. О, интересного вида, посмотрите, переключатели, поворотники и дворники. Они имеют в сечении треугольную форму. Ну, то есть, грубо говоря, такая вытянутая, что ли, пирамида, вытянутый треугольник. Интересно, это необычно. На самом деле это необычно. Ручник присутствует, кнопка паркинга и вот такой вот небольшой рычаг, стилизованный под весь салон. Стильно внутри, интересно, даже есть под туннелем приблуда, куда всякое можно положить. Там 12-вольтовая розетка, USB-шник и вот такой вот подлокотник. Господи, он очень большой внутри. Внутри он прям большой. А я пока сяду за собой. Интересно, они выпирают. Сзади места, я не скажу, что здесь много, здесь явно места меньше, чем в Camry, но его здесь достаточно. Вот я за собой же сажусь и его хватает. Вот, спереди сверху свет сенсорный, белый, посмотрите, дневной, то есть. Очень круто реагирует на сенсор, прямо отменно. Мне очень нравится. Очень интересно реагирует. Конечно, машина не без своих недостатков. Вы понимаете, ты сюда как садишься, ты ощущаешь, ощущаешь, что, ну, почему она не стоит, как Camry 5 миллионов. Не то, чтобы я за. Я считаю, что автомобили сейчас очень сильно переоценены, именно поэтому мы ездим по официальным дилерам новых автомобилей, чтобы показать вам, насколько цены растут и насколько машины неоправданно стоят. Я считаю, что цена Camry на данный момент должна составлять где-то 2,7, а этого так, чтобы нормально было полтора. А, это, видимо, открылся бензобак. Сидение, посмотрите, я опустил под свой рост достаточно низко. Слабо выражена боковая поддержка. Поддержка жопы тоже слабо выражена. Здесь есть вот такая вот перфорация. К сожалению, через монитор все это дело регулируется в виде подогревов и того, ну, и остального, поэтому непонятно, насколько здесь есть обдув и так далее. Ну, в данный момент непонятно. Короче, не чешная тачка, но со своими, конечно же, нюансами. Ну, и багажник чуть не забыл. Кстати, надо отметить, во-первых, фишка вот эта вот. На практически всех автомобилях Chang'an вот есть вот такие вот плавник интегрированный со стопом и очень интересно открывается багажник. Видели, я сначала прошел, пощупал, думал, может, кнопка есть. Просто немного вот так вот берешь, нажимаешь и под значком, видите, он чуть-чуть продавливается, там есть кнопулечка. Автомобиль выглядит как лифтбэк. Ну, как в те времена, опять-таки, если делать, скажем так, проекцию на Audi, как опять спортбэк, да, вы вспомните. Багажник, кажется, внешне, что должен быть больше, а он не такой уж и большой, по факту. Ну, то есть, ну, реально. Вот почти до сидений достаешь. Кстати, регулировка сидений, походу, присутствует, а это дело про вафлил. Ну, да, может быть, достаточно большой проем для входа, есть докатка. Интересно, что за 3,2 со всякими там электрооборудованиями они кнопку не сделали. Почему? Ну, да, багажник, блин, ощущения были, что он должен быть и побольше. Погнали к еду. Иду, как он, ну, буду иду называть. Это у нас иду плюс в черном цвете. Стоит он, кстати, а стоит приятно. Я не знаю, что еще внутри, но давайте посмотрим. Он стоит 2,5 миллиона рублей, приблизительно. РРЦ у него 2,379, ну, короче, 2,380. Зимняя резина установлена за 53 рубля, 6,4 коврики, 7 тысяч тонировка за ТК, которой не видно, и сигналка за 52,700. Итого 2,5. Конкретный экземпляр стоит. Здесь даже ТТХ уже написаны. Написано, что у них мотор называется Blue Waller, синий кит, если переводить с английского. 1,4 турбина с крутящим моментом 225 ньютон-метров. Что интересно, при таких ТТХ написано, что рекомендованный бензин с октавановым числом не ниже 92-го. И тоже своими ступенчатый робот. Автомобиль на переднем приводе. Что есть еще из интересного написано? Длина 4,730, ширина 1820 и высота 1505. База 2,700. Дорожный просвет 150, что немного, а на том еще меньше. Так, чисто визуально. Машина тоже ощущается и выглядит достаточно большой. Она неплохо смотрится. Оператор, опять-таки, заметил. 3D-сетка вот эта неплохо. Значок сразу же бросается в глаза. Вот такой матовый красный. Здесь написано GT. Таким непонятным шрифтом. Так чисто издалека она что-то напоминает по морде что-то ниссановское. Вот откуда-то оттуда, как мне кажется. Но, тем не менее. Хромированные вставки. Сразу их здесь побольше, потому что машина, если у китайцев подешевле, надо побольше лоску кинуть и вот этого всего. Но выглядит она абсолютно обыденной. Просто обычная вся черная машина со всем пластиком, который есть снаружи, глянцевым. Вставки еще, ладно, матовые вот здесь вот есть. Вот бутафорские воздухозаборники для остужения колесных дисков. Сзади я даже не знаю, что напоминает. Да ничего не напоминает. Смотрится неплохо. Кнопулечка отдельная, шероховатая, резиновая для открытия багажника. Багажник здесь визуально вообще не меньше, чем у рядом стоящего Ламора. Может быть, даже чуть побольше. Но это так, визуально. Ничем не уступает. Вообще ничем. Но, видимо, в салоне будет все выглядеть подешевле. Я предположу. Погнали, посмотрим. Такой зад у них, конечно, они все делают вот в форме а-ля лифтбэк. С большим-большим стеклом задним. Все такие свесы, двери большие. Громоздко машина смотрится. Че у нее по резине? Чао Янг установлено. 215, 50 на 17. С зада начнем нетрадиционно. Вот как я и говорил. Если машина подешевле, китайцам надо кинуть лоску чем-нибудь цветами. То есть, то, что не стоит денег. Поэтому здесь салон комбинированный по цвету. Здесь идет вот даже на задних сиденьях тряпка. А здесь сверху под кожу дермантин красного цвета с красной прострочкой. Вот такая вот тема. Место там, наверное, кстати, много. Это, короче, будет такси. Это будет альтернатива всяким там, я думаю, сонатам и вот этому всему. Давайте сядем в салон. Сервопривод имеется за эти деньги. Вперед-назад. Вверх-вниз. И спинка тоже на электроприводе. Ага, сразу же немножко места не хватает. Так, садимся. Со срубом нижняя часть руля. Рулевое колесо достаточно большое. Толстенькое. В принципе, удобная. Пленка с иероглифами. Со знаком восклицания здесь написано. Ну, то есть, привлекают внимание, что что-то не надо делать обязательно. Здесь уже нет джойстика. Здесь прям рычаг такой православный. Рулевое колесо с кожаным переплетом. С красной просточкой, но оно слабоватого немного качества. Но хорошо, что оно, в принципе, есть. Блин, какое-то оно как будто яйцевидное вот такое. Как-то так выглядит. Механические серые кнопки. Никакой прорезиненности нет. Дверная карта двухцветная. Все барабанное, кроме вот этого. Видите, барабан, барабан, барабан. Ну, понятно, здесь нет. Бензобак открывается. Вот такие вот кнопки. Такие достаточно дешевые на ощупь. Ну, зато здесь сервопривод есть. Черт, 2,5 миллиона. Что сейчас купить? Рио. Понимаете, Рио ты купишь за 2,5 миллиона. Ни о каком турбомоторе там нельзя, значит, говорить. Ни о какой роботизированной коробке, которая переключает как молния просто. И размер здесь больше. Хорошо. Вот ты сел. Я сел, точнее. Как мне удобно. Руль. Хорошо регулируется. Вот, смотрите. Квадратный. Квадратная приборка и квадратный, ну, прямоугольный. И прямоугольного размера форм-фактора мультимедиа. Я отмечу, что вот это вот, вот эти поля, это мертвая зона. Сам экран, вот он, посередине. Видите? То есть, ну, поля достаточно широкие. Сделали не под литье. Здесь тоже такой дешевый пластик. Тумблеры а-ля Peugeot. Вниз только они нажимаются, вот эти тумблеры. Здесь кнопка Start, Stop Engine присутствует. Ручник, выбор режимов езды. Здесь заглушечка стоит. Камера 360 градусов. И вот такой вот рычажок. Два USB-A присутствует. И посередине одна розеточка. И вот такая вот перегородка, чтобы ты не приставал к пассажирке. Бардачок, смотрите, как медленно открывается. Прям по-босяцки. Тут написано, что ты оунер теперь. То есть, владелец USB-шник выведен. Ну и вот такая вот. Кстати, мягкая часть. Вот эта часть мягкая. Здесь непонятная структура. Ну, я ожидал хуже в салоне. Я ожидал, что будет похуже все это дело. Но оно неплохо. Большой. Просто смотрите, сколько туда можно запихать. Всю руку можно положить. Очень большого размера пространство под подлокотником. Все-таки я против вот этого вот вычурства. Давайте сядем за собой же, посмотрим. Здесь что? Люк открыть-закрыть. И белого света лампочки. Механические уже, конечно же. А здесь есть свет? Нету. А здесь для дам тоже нету. Такое себе. Кстати, что интересно. Вот сейчас сяду за собой же. А, комфортно. Сюда садиться. Все норм. И, кстати, за счет люка крыша достаточно низкая. Посмотрите, сколько у меня до головы. Ну, то есть, даже сюда пару пальцев не влезет. Вот такие вот штуки есть интересные. Точечный свет для заднего пассажира. Жалко, он не направляется. Бьет он куда-то в спинку. Но, тем не менее. Подлокотник есть. Два стакана места. USB-шник. Какая-то шкатулочка. И вот такой вот дефлектор один. Ну, вот. Вот вам и все. Давайте пробежимся по ценам на остальные автомобили. Напишите в комменты, вам как вот эти новые модели. Я понимаю, зачем их выпустили. Просто для конкуренции. Потому что Чанган может. Он выпускает автомобили конкурентоспособные. Следующие выпуски смотрите. Мы, может, зайдем в Амоду. Посмотрим новую. В Черри. В КАИ. Что там появилось. И сравните за эти же деньги. Запомним, что эта тачка. Два с половой. Ну, чуть-чуть поменьше. Если убрать допы. Если сделать скидку. Может быть, за 2,2 ее можно выцепить. Может быть, за 2,3. Неплохая цена. В нынешних реалиях. В нынешних реалиях. А так, конечно, дофига. Давайте посмотрим. Ну, дороже, чем здесь. 22 километра. Но это новая по факту. И 1800 километров. 2,4 и 2,6. То есть, ну, в принципе, если эта цена правда, то это неплохая цена. Это я поддержанное, с пометкой поддержанное открыл. Давайте ламуары глянем. И его нет, в принципе. Только если новые 48 предложений, этих больше. Что они тут начинаются, если посортировать по возрастанию цены? Сейчас нам будут рассказывать. Базовая 2,7. А, ну да. Все верно. Чанган автоцепеццентр. А, мы здесь же и находимся. Ну, вот все цены. Вот даже, типа, два есть. Чанган авто, Русь, Подольск. Не верю. Но зато мы можем узнать, сколько стоит, например, Юни-Ви и все остальные модели. Потому что они уже некоторое время на рынке есть. Давайте глянем. Стоит Москва. Да, давайте я уберу Москву. 150 штук есть по России смотреть. Так, с пробегом 6 тысячи. 2,6. Каким-то звездежом попахивает, вам не кажется? Типа, чуть-чуть мотну, и будет более-менее цена. А, у меня не по цене стоит. По возрастанию. Что там первая цена? 1,6 якобы с пробегом. Ну, чуть-чуть мотнем. 2. 22-го года 2. 2. Еще мотнем. 2,2. А сколько он такой стоит-то? 3,5. Ну, это хорошая скидка. Я бы, конечно, взял глушный в таком случае. Если это правда. А посмотрите, какой я нашел. 23-го года. Ореть, а вообще... Да? Да? Ой, только не надо писать в комментарии, что колхоз там и так далее. Кто приоры покупает, занижает их и ездит а-ля спортивная тачка. А кто на классику вот так вот ставит? Кто занижает это все? Я, что ли? Нет? Вот кто. Так же не надо делать вид, что вам как будто не нравится. Нормально. Вообще угораю. Ну, слушайте, а напишите, что вам больше нравится. Вот это Юни-Ви или же Ла-Море. Новый. Вот его, кстати, будут сейчас ставить сигналку. Что вам больше нравится? Я даже не могу определиться. И та, и та достойная тачка. Так, CS55 уже показали. Юни-Кей у нас 4,8. Такое ощущение, как будто цена особо не менялась. Мы впервые в Чангане были, по-моему, в Автомире, да, на Дмитровке. И вот что-то такая цена и была. Он меня тогда прям поразил, когда я только сел, потому что мне нравилась вот эта форма. Это все клево смотрится. Вот здесь доп. оборудование на 250 тысяч приблизительно. Итого 5 миллионов рублей он, получается, стоит. Три комплектации. Тех полный привод, люкс полный привод и комфорт. Двигатель 2 литра. Чего они везде пишут 92-й бензин? У меня что-то не особо понятно. Я бы не стал лить сюда 92-й. Салон, кто не помнит. О, эта тачка открыта. Вот мне тогда салон прям очень зашел. Он дико минималистичный. Ну, как, в принципе, и все. Здесь уже там Sony есть. Мне, кстати, этот салон напоминает чем-то Эксидовский. Эксидовский. В том числе и тем, что там тоже ставится музыка Sony. Может, этим и напоминает. Давайте глянем, сколько бушный стоит Unicay. Закрывай. Вы просите показывать и все остальные машины, которые есть в салоне с ценами. Мы, собственно, и показываем. Потому что, че, коли мы зашли, нам не западло. Блин, Unity уезжают на доработку. Вон, покажи Unity, пока он не уехал. Вот один едет на установку допов. И вон второй Unity слева. Ага, его переставляют. Это хорошо. Блин, диски там, мам, не горюй. Слушайте, ну я не понимаю, вот это прикол. Unicay двухлетний можно взять за два с половиной. Ну, типа можно. Я не знаю у нас. А, это Владивосток. Это какие-то обманщики, скорее всего, сразу же, которые пишут цену, которых он стоит в Китае. Вот этих сразу пролистываем мы и вообще не считаем. Благовещен, Владивосток, это неправдивые цены. За эти деньги вы машину не получите. Вот первые пошли. Москва 3,6. 3,6 с пробегами там до 50 километров. Москва 3,7. 3,7. Не, ну это все равно дешевле, чем 5. То ли чисто в этом салоне оверпрайс, то ли здесь звездуны. Ну, как всегда. Давайте посмотрим Unity. Unity при RRC в 3,100 стоит 3,258. Ну, приблизительно на 160 тысяч здесь допов установили. Резина 84, ковры 9,200, тонировка на всех машинах 7,000 написано. И сигналка 58. Цены, в принципе, вот что мне нравится. Помните, как это было у какой-то марки. Типа они ставят одно и то же на машины, но чем выше класс машины, по-моему, у Skoda было, тем та же опция стоит дороже. Типа тонировка на Rapide стоит 7,000 рублей, а на Octavia она уже стоит 16,000. А на Tiguan она уже стоит еще дороже. Хотя площадь стекол, ну, примерно одинаковая. Вот здесь такого нет. Если здесь тонировка 7,000 рублей стоит на вот этой машине, то она и на любой другой будет стоить 7,000 рублей. Ну, это правильно, это хотя бы понятно. Такой мини-кроссовер, ну, он прям аккуратненький. Мне он прям нравится. Вот если для супруги, для девочки, это прям машина неплохая. Диски очень интересные, всегда красиво смотрится, когда есть вот эта плоскость диска фронтальная, а центральное отверстие вместе с болтами крепления чуть утоплено вниз. Создается ощущение, как будто у диска есть какой-то вылет, и это смотрится всегда прикольно. Видите, вот так вот вниз уходит. То есть, если арка позволяет, это прям классно смотрится. Вот такие вот шершавые накладки. Ну, подчеркивает, что это типа кроссовер. Не типа, а кроссовер, да, просто он не для такого уж бездорожья. Здесь руль обычный, никакого здесь обрубленного нет. Здесь все по-православному. Рычаг-селектор КПП, смотрите, он интегрирован в стиль, в стиль всей торпеды вот этой вот центральной. Переключение камер, две заглушки, черт побери, вставьте сюда что-нибудь. Парящая такая торпеда. А, кстати, у меня что-то такое ощущение складывается, как будто, друзья мои, Unity мы еще ни разу не видели. Ну, не, наверное, ощущение просто такое. Напишите в комменты, если что, приедем сюда. Ну, не сюда, к другому дилеру, и посмотрим чуть более его подробно. Небольшой такой кроссовер, аккуратненький. 3200, 3200. Такой скромный багажник. За счет, видимо, полноразмер... А, здесь внизу органайзер, потому что поэтому он по высоте слабый. Ну, сантиметров на 10 органайзер. Сам багажник, конечно, небольшой. Типа колес ты сюда, от него же не загрузишь за счет скоса достаточно сильного, они просто не влезут. Плашмя. Ну, опять, я не думаю, что 4 войдут. Вряд ли закроются. Что, друзья, итак, ролик долгий получился. Не буду тянуть кота за лапки. Напишите в комменты свое мнение о ценах. Ну, как всегда, да, дорого, туда-сюда. Напишите самое главное, не просто дорого. Сколько вы считаете, за каждую тачку адекватно отдать бабок? Вот прям, вот за вот эти, которые я сейчас рассказал. Прям вот, Ламор, вот этот вот, Иду, Юники, Юники, Юниви, прям пишите. Хоп-хоп-хоп, стоят они сейчас столько. Адекватная цена была бы вот такой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если собираетесь следить за нашими видеороликами. Можете лайк влепить, если цены вам не понравились. Как и мне, собственно, они не понравились. Как и на все автомобили, черт побери, сейчас. Всем бодрости духа, берегите себя и удачи. А, кстати говоря, если вы ищете честный и надежный автосервис, где хотите или собираетесь чинить свой автомобиль, то приглашаю вас к нам. Нам уже более 15 лет, и мы находимся практически в каждом районе Москвы и ближайших городах Подмосковья. Осуществляем ремонт любой сложности и даем гарантию по договору 24 месяца. Переходите на сайт честныйдефисавтосервис.рф и выбирайте удобный для себя сервис. Ждем вас в гости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok